Меня зовут Ольга Журавлёва, у нас в студии журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонардович. Вы у нас не только журналист, но и избранный депутат, правильно? Глава фракции КПРФ, законодательного собрания Владимирской области. Так что, будешь отвечать за всё. Давайте. Ну, кстати, для начала, вот как раз вопрос от Ирины. Скажите, пожалуйста, Максим Леонардович, как мы, жители Хакасии, должны реагировать на слова Леонтьева «Надыбаем другую Хакасию». Хакасии больше, Хакасии меньше. Это помимо того, что губернатор – дебил. Вы должны реагировать с омерзением и отвращением на это заявление ответственного лица одной из госкорпораций. Это показывает отношение госкорпораций, собственно говоря, к народу, к народам страны, к многонациональной структуре страны, к демократии, к прямой демократии. Михаил Владимирович, которого я очень, как говорится, хорошо к нему отношусь лично, как к человеку, политически в данном случае не могу с ним согласиться просто на 200%, и это его комментарий просто возмутителен, более того, он лжив. Например, Леонтьев сказал, что никто не избирал Коновалова. Было протестное голосование, никто не голосовал за Коновалова. Это чистое вранье, Михаил Владимирович, потому что последние выборы, вопрос был именно так, вы за Коновалова или против Коновалова? Из-за Коновалова проголосовало больше народу, чем пришло на выборы и проголосовало за него же в первом туре. То есть 57% и явка была гораздо больше. Поэтому это чистейшая ложь, наглая ложь. Коновалов именно является народно избранным губернатором. Был вот он о доверии за Коновалова. Не хотели бы Коновалова, голосовали бы против него, если бы он, как говорит Леонтьев, был бы никем, там, моржом, свиньей и так далее. Поэтому народ поддержал Валентина Олеговича Коновалова. Я уверен, что и такие умные люди, как Олег Дерипаско и другие поймут, что Валентин Коновалов – это разумный молодой политик, юрист, с прекрасным опытом работы, которым доверяют люди. Я видел местный, значит, Резком КПР во время работы штаб, которые были и коммунисты, и представители национальных движений, хакасских, значит, которые были очень недовольны зиминным. И, значит, представители Национально-патриотического союза России, какие-то казаки разные, и активисты просто гражданские. Огромная масса людей работала добровольно, бесплатно в штабе Валентина Коновалова. Поэтому так оскорблять его, мне кажется, Михаил Владимирович должен извиниться, по крайней мере, разобраться в этой ситуации. Будет крайне обидно, если и Сечин, и Дерипаско встретятся с Коноваловым и с ними договорятся. Они теперь с кем? Он для своего патрона исключает возможность теперь с кем он должен? С моржом или со свиньей встречаться, что ли? Он сразу блокирует для Роснефти, важнейшей корпорации, диалог с руководством Хакасия. Но, мне кажется, это неконструктивная позиция, по меньшей мере. У меня вопрос просто чисто бытовой. Какое, не скажу право, но какое дело... Каждый человек имеет право высказываться. По министу Роснефти оценивать ценность региона для страны. Каждый человек имеет право высказаться. Михаил Владимирович человек у нас эмоциональный, яркий журналист, публичный. Позиции спорный, скандальный. Поэтому это его полное право. Как право Сергея Пархоменко ругаться. Меня, допустим, обижать, оскорблять. Это его полное право. Это эмоции человека. Также Леонтьев – это такой же на патриотическом фланге. Человек, не сдерживающий свои эмоции. Ну, он занимает официальную должность просто. Он представляет не только себя. Ну, это другой вопрос. Это его отношение с его руководством. Мы же ценим Леонтьева за темперамент, за образный язык и за яркость позиции. Мы же не хотим, чтобы у нас была только одна позиция, допустим. Пусть говорит Леонтьев. Я, видите, там говорю, хотя у меня дружеские отношения, надеюсь, они сохранятся после этого эфира, были с Михаилом Владимировичем. Ну, как с человеком лично, понимаете. Не как с главой Роснефти, как говорится. Я считаю, что это просто чудовищное то, что он сказал. Абсолютно чудовищная позиция, выражающая просто презрение к огромному количеству избирателей, к самой системе демократических процедур в стране, к системе выборности, ко всему такому, что, собственно говоря, является сутью конституционного строя нашей страны. Так это, получается, явное неуважение к государству и его символам, о котором печется сенатор. Ну, губернатор и избранный, тем более губернатор, за которого проголосовало огромное количество избирателей, при всем при том, что власть была настроена против этого кандидата и против этих избирателей. Это, безусловно, символ народного выбора, символ демократического выбора. Я не знаю, государство ли. У нас государство не народное, а антинародное. Но к гражданам и к их демократическому выбору это, безусловно, презрение ярко, публичное и откровенно выраженное. Получается, что вы, в общем, готовы согласиться с тем, что это можно приравнять к мелкому хулиганцу и как это наказывать? Я считаю, о котором говорил сенатор Клишес. Я считаю, что над государством можно смеяться, нужно смеяться. Более того, я считаю, что это полезно для государства. Я считаю, что полезно, опять-таки, несмотря на мои разногласия с Виктором Шендеровичем, программа куклы, полезно карикатуру. Полезно, знаете, эта вот абсурдная идея приравнять там, как он сказал, неуважение государства. Явное неуважение. Любая карикатура – это явное неуважение. Таким образом, сенатор Клишес хочет, чтобы большая часть мировой прессы, американской, немецкой, английской, в которой рисовались, а хоть раз в одной себя уважающей газете, но рисовалась карикатура либо на Путина, либо на Медведева, либо на Двуглавого Орла, либо на Медведя в образе России. Правда ведь, да? Потому что карикатура – это суть журналистики такой публичной массовой. Стало быть, он всю мировую прессу, ну, кроме тех, кто получает из Москвы просто гранты, объявил как бы вне закона в Российской Федерации и, в принципе, к любой там, к Нью-Йорк Таймс, к Вашингтон-Пост, к Индепендент, там, я не знаю, к Таймс просто, да, там, к Фигаро, не говоря уж про Шарли и Бдо, можно просто подавать иски бесконечные и бесконечные. Потому что явное неуважение государству относится в первую очередь к нам, к гражданам, потому что это в интернете. Я считаю, что это абсурдная идея сама по себе. Я считаю, что Леонтьев имеет право высказывать то, как он думает. И я с ним не согласен. А клишес не имеет. А клишес не имеет права наказывать Михаила Владимировича Леонтьева за явное неуважение к губернатору, который ей является символом исполнительной власти в республике Хакасия. И за явный призыв к сепаратизму, к уничтожению на территории Российской Федерации субъекта под названием Хакасия. Я считаю, что Михаил Владимирович имеет право высказывать такие мысли. А мы имеем право в пух и прах его разносить. А клишес не имеет права запрещать Леонтьеву, Шевченко и всем остальным высказывать разные мысли. И тут моя такая принципиальная позиция. Мне нравится. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот Навальный сегодня сообщил, что его опять, судя по всему, к административному аресту. Дело идет. Старое дело. Алишер Усманов и бизнесмен Сергей Михайлов. В общем, исполнение решений об удалении материала фильма «Он вам не Димон». И за вот это самое неисполнение ему грозит административный арест. Он уже 50, по-моему, суток отсидел административно. А фильм уже посмотрел 50 миллионов человек. Надо его удалить из мозга? Я не знаю. Мне кажется, это абсурдная идея. Я считаю, что это просто преследование свободной журналистики, тем более в благосфере. На благосферу не распространяются законы о средствах массовой информации. Поэтому преследование… И это хорошо? Да, это прекрасно. Это просто прекрасно. Так же, как на наш разговор с вами, по телефону тоже не распространяются законы о СМИ. Я вообще считаю, что можно высказывать и говорить все, что угодно. Это все развивает общественную дискуссию. Это развивает некий контрапункт. А без контрапункта нет, собственно, темы, нет мелодии и нет законченного сюжета. Поэтому без свободы слова в России не будет никакого сюжета. Будет такое кладбище… А где для вас вот этот предел свободы слова? Вот такие вещи публично говорить нельзя, за это надо наказывать. Слушайте, я был против тюремного срока для Пусси Райт, хотя резко выступил против их акции в Храме Христа Спасителя. Я был тогда сторонником, чтобы они там подметали территорию Храма Христа Спасителя, но их не бросали в тюрьму. Я вообще против понятия «экстремизм» в юридическом законодательстве. Против статьи 282. Не за смягчение, а я за полное устранение статьи 282. Как абсурдный во всех смыслах. Я считаю, что можно высказываться как угодно и можно полемизировать с теми, кто высказывает. А что тогда экстремизм, по-вашему? Экстремизм – это создание политической организации, которая и имеет террористические цели, выходящие за рамки нормальной, разумной, публичной, легальной пропаганды с целью лишения жизни или имущества граждан или уничтожения силовым путем, допустим, коммуникаций каких-то или государственных институтов. Это терроризм и призывы к этому – это экстремизм. А фраза о том, что Россия заслуживает революции, потому что российская ситуация чудовищно несправедлива, она напоминает ситуацию перед 1917 годом. Это не экстремизм, это просто политическая аналитика. А вот где эта тонкая грань между политической аналитикой и призывами к… Да эту грань определяет прокурор и исследователь, понимаете, по большому счету. Вот решил прокурор, допустим, что, я не знаю, такая-то книга запрещена должна быть, потому что она там антисемитская и какая-то еще. А хоть ты тресни, сколько ты не изучай Тарасу Бульбу, одну из самых антисемитских книг вообще в русской литературе в школе. И никто ведь не запретит Тараса Бульбу, правда? Сцену, когда Тарас приезжает в Варшаву. Когда Тарас приезжает в Варшаву. Не, они могут вымороть эту вот сцену, где там его евреи прячут. Помните, в шкафу он там, Тарас, прячется, да? Но, по большому счету, это же абсурдная ситуация сама по себе. Все решает только прокурор. Понимаете, вот как с врагами народа в 30-е годы. Это же ничего не изменилось. Все решает слеватель в кабинете. Вот один, понимаете ли, там враг народа, а другой не враг народа. Мы продолжим разговор, в том числе, о врагах народа разнообразных. У нас в студии журналист Максим Шевченко, с вами Ольга Жавлева и наш сегодняшний гость Максим Шевченко. Я как раз хотела сказать, что такая забавная параллель с Алексеем Навальным, который вроде как враг государства, и нужно его опять привлекать за его деятельность, в частности, ФБК. Тем временем Росгвардия начала по наводке того же самого ФБК проверять закупки, в которых их упрекнули. Ну вот же она. Потому что это роль ФБК, собственно говоря, и вообще независимых СМИ обращать внимание на возможное злоупотребление. Журналист же не исследователь. Мы же не можем журналисты или блогеры проводить собственные расследования. У нас нет таких полномочий. Мы не можем проводить обыски или изучать закрытую документацию. Мы не можем даже опрашивать свидетелей, например. Мы можем только говорить, а нам кажется, что здесь воруют. А дальше мне представляется, что Росгвардия или прокуратура, следственный комитет должны исследовать по заявлениям, проводить доследственную проверку, собственно говоря, это называется. Имеет ли место основательность обвинений? Ну, не наказывать того, кто это сказал, а исследовать там. А на чем основывается ваше? Вы говорите, а потому что там, мне кажется, что сок закупают по завышенным ценам и так далее. Нам кажется, мы исследовали открытые источники, нам кажется, что это так. То есть, это совершенно нормальная процедура, прокуратура может ответить. Вы знаете, к сожалению, там не найдено. Следственный комитет может ответить точнее. Не найдено основание. На самом деле мы все проверили. Все не так, как вам кажется. Я же требовал губернатора Орлова допросить на предмет ее давления на депутатов первого уровня с целью принуждения их к проставлению подписи в ходе сбора муниципального фильтра. Это же уголовное преступление, когда исполнительная власть давит и запугивает представителей власти законодательной и заставляет их принять какое-то решение. Это уголовщина. Ее не допросили. А депутаты сказали, что она нанекдавила? Ну, я же не могу опрашивать депутатов. Я могу только в рамках частной беседы. Но со мной была проведена доследственная проверка, опрос, что уже было огромным достижением по моему заявлению. Дальше, если бы они хотели, допросили об Орлову, то они бы вышли на очевидные просто факты. Они пошли по-другому. Прокуратура послала в избирком Владимирской области письмо. А правда ли, что у вас там нарушение? Из избиркома им ответили нет, неправда. У нас нарушений нет. Сославшись не на Светлану Юрьевну, а на ее тогда доверенное лицо. Так бы вам Светлана Юрьевна во всем бы и призналась и покаялась. Извините, но по закону-то. У вас сейчас в США адвоката президента три года получил. Понимаете? Всех можно. Хотя тоже покаялся. Всех можно, как говорится. Всех. Это откровенное нарушение закона. То, что в Приморье. Это произвол и беззаконие. Принуждение депутатов к проставлению там отдачи голосов за определенного кандидата. За Кожемяку за этого. Понимаете? Или там здесь все, что во Владимирской области мы наблюдали. Поэтому, как говорится, что там. Я считаю, писать можно все, что угодно. И говорить можно все, что угодно вообще. А их дело проверять? Или не проверять. Но лучше, чтобы проверяли. Если речь идет о заявлении о совершении преступления. Понимаете? Вот я сколько заявлял о том, что Расул Кудаев сидит невиновный человек. Евгений Николаевич Мысловский, заслуженный следователь Советского Союза. Член СПЧ. Мы с ним вместе были. Назвал его заключение. По которому он посажен. Юридическим абсурдом. Понимаете? Невиновный человек сидит. Я Путину об этом говорил в лицо. Федотова многократно. Сидит и сидит. Ничего. Никто не реагирует. Понимаете? По Хаджимрату Камалову. По убитым журналистам. По Тимуру Куашеву. Нет реакции. По крайней мере нам они не сообщали. Может там какие-то подпольные были исследования этого вопроса. Ну вот кстати. Вы говорили о бесполезности Совета по правам человека. И вот как раз. Нет. Я так не говорил. Я говорил в чем-то он может быть полезен. Но в целом он является ширмой для прикрытия преступлений. Угу. Я отвечаю за эти свои слова. Я просто знаю о чем я говорю. Ну. Когда мы. Когда Лена Масюк и Андрей Бабушкин обнаружили во Владикавказе тюрьму. Следственный изолятор в котором неделями содержались люди не регистрируя их там содержание. То есть реально пыточную подпольную тюрьму. Угу. То никакой реакции официальной не было. Мы даже не знаем закрыли ее. Не закрыли. Мы об этом написали в докладе который я передал в руки Путину точно так же. Ничего нас никто не извещал. О результатах этого. А это чудовищное злодеяние. Вы знаете. Содержание людей задержанных. Без регистрации. Вот зачем Путину. Ширма. Ширма для прикрытия как бы действий правящей элиты властей силовиков. Ну какая же это ширма. Приходят люди. Очень удобная ширма. Сейчас вы смотрите. Шата Гаргадзе это адвокат Золотова. Он стал членом СПЧ. Вот вам пожалуйста. Теперь СПЧ будет заниматься Золотовым например. Но каким образом. Его права нарушены? Ну так вообще в целом. Ну вот если вот конфликт Золотов-Навальный будет развиваться. Ну там же не все адвокаты Золотова. Золотов пригрозил публично избить человека и прорезать его в мясной фарш. Это нарушение когда генерал обладающий силовым революционным. Даже Песков это осудил. Понимаете в своем комментарии. Сказал что Золотов типа так не должен публично лицо говорить. А вы про СПЧ задали вопрос. Я вам говорю еще раз. Это ширма для прикрытия преступлений и сокрытия преступлений. Но частично. Я не понимаю технологию сокрытия просто. Таким образом вообще помогает скрывать. Вы начинаете говорить о чем угодно кроме как о реальных преступлениях. Ну хорошо. Вот кстати. Вы начинаете говорить. Смотрите. Допустим Оль. Вот как самый простой способ сокрытия. Вот убили наших ребят в Африке. Вот Архана Джамаля. Да. Значит. Вы говорите. Мы берем под контроль. А что такое взял под контроль СПЧ. Под какой контроль. Только Федотов может писать письма. Потому что он советник президента. Что такое контроль. Это что постоянные консультации с силовиками. Что это допуск членов СПЧ специально созданной группы к следственным материалам. Например. В чем контроль заключается. В том что периодически там этот новый испеченный член СПЧ Соловьев. Который говорил. Что журналисты сами виноваты. Поехали без этих бедостоверений. Ну он так не говорил дословно. Смысл у него был такой. Мол плохо подготовились. Понимаете. Хотя уж даже дураку ясно. Что туда заманили. И там убили. Уже все ясно. Уже что Мартина нету. Что Романовский явился вот этим вот. Фигурой какой то странной. Понимаете. Уж даже Венедиктов это в своем телеграм канале опубликовал. А там определенные роли. Как бы Романовского. В этой ситуации. Нет. Вот они под контроль. Или они взяли под контроль тогда избиение какими-то казаками. Как мы выяснили. Получающие гранты. От московского правительства. Москвичей. Помните. Из-за чего я вышел из СПЧ. И в чем этот контроль заключается. А взяли под контроль. Вроде как в президенте Совет. Взял под контроль. И все как бы замолкают. Ну под контроль. Взяли. При президенте. Президент тоже всегда говорит. Что они берут на контроль. И каждый раз это все прекрасно похоже. Ну когда берет на контроль Следственный комитет. Понятна полномочия этого контроля. По крайней мере. Но эффект тот же кстати. Ну почему по разному. Там есть по крайней мере юридический субъект. Которым вы можете обжаловать его действие. Правовые основания вот этого контроля не устраивают. У СПЧ нет никаких правовых оснований. Да. Все понятно. Я не понимаю почему 52 человека на 146 миллионов. Или сколько нас там. Не могут получить право свободного доступа в тюрьмы. Кому это угрожает. Уж даже вы сейчас почистили. Вы даже сейчас уже напихали в этот совет. Уже вполне лояльных. В Синовцев. Да. В Синовцев. Нет. Вот СПЧ я имею ввиду. А в СПЧ да. Нет. Я СПЧ имею ввиду. Казалось бы. Вот чтобы президенту докладывали члены СПЧ. Мы побывали в такой-то тюрьме. Пожалуй. Я вот депутат. Я имею право захода в тюрьму. В рамках моей полномочий. Я не член ОНК. Я со своей красной корочкой. Я и Антон Клюев. Два депутата фракции КПРФ. Мы приехали к Владимирскому Централу. И по письмам жены и матери двух заключенных. Встретились с этими заключенными. Понимаете. Потому что депутатам не имеют права отказать. В таком праве. Мы не можем проводить там ревизию как члены ОНК. Да. Если бы члены СПЧ обладали таким. Кстати. Знаете. Что все депутаты. И местного самоуправления. Значит. Госдумы тоже. Дорегионального. И федерального. Имеют право свободного доступа в тюрьмы. На территории. От которых они и являются депутатами. Пишите своему депутату. По всей стране. По всей стране. Депутаты местных. Значит. Региональных ЗАГС собраний. В рамках региона. Депутаты городских советов. Или муниципалитетов. В рамках муниципальных образований. Вы просто с красными корочками приходите по жалобе. К той или иной тюрьме. И вас не имеет права не пустить туда. Вот мне сказали. Что мы с Клюева впервые. За всю историю. Два депутата. Которые воспользовались этим правом. Мне кажется. Сергей Шаргунов тоже знает об этом. Может быть. Я просто не знаю. Ну вот. По крайней мере. Во Владимирской области. Мы были первыми. Понятно. При этом я с уважением отношусь к деятельности ОНК. Но я просто не понимаю. Почему из ПЧ не наделить такими полномочиями. Когда нам говорили в ответ. Путин нам говорил. Там много раз. Или Кириенко. Или Володин. Говорили. Вы общественный совет. Что же тогда другими наделять. Я говорю. Да. Почему нет. Я считаю. Совет по культуре. Может посещать спектакли. И музеи. Совет по армии. Может с инспекции прижать воинские части. От этого будет только польза. Мне очевидно это. Понимаете. Ну вот я не знаю. Можно ли считать это пользой. Конечно. Но вот говорят. Что проверка уголовного дела нового величия. Началась сразу же. После того. Как об этом сообщил президент Владимир Путин. На встрече с членами совета по правам человека. На самом деле там ему. Кто сообщил. Владимиру Путину на самом деле сообщили. Про новое величие. Что там есть проблемы. У него была другая информация. Он представлял себе террористов. И ужасных. Значит людей. А ему рассказали про полицейскую провокацию. Про всякие другие детали. И вот теперь. Очень хорошо. Поэтому когда вы говорите что бесполезен. Я вам говорю не бесполезен. Есть маленькие возможности и у совета. Но в целом это ширма. Хорошо. Ладно. С этим разобрались. Я хотела еще такой совсем короткий вопрос. По поводу переноса столицы Дальневосточного федерального округа. Кому это надо? Ну это надо. Очевидно. Сейчас это их лихорадочная попытка. Помочь Кожемяке. Которые проваливаются по всем рейтингам. И как бы рискуют стать жертвой протестного голосования. Помочь ему. Как говорится. Добавить ему статусы и веса. Вот кому это надо. Плюс Хабаровский же оппозиционный кандидат. От ЛДПР. Правда? Который как бы победил без согласования. С администрацией президента. Как я понимаю. И за это столицу переносит Владивосток. И за это надо наказать Хабаровск. Хотя там дико неудобно было хабаровчанам. Ну и плюс толпа чиновников переедет сразу целая шобла. Несколько тысяч человек туда во Владивосток. Он разведет от этого? Ну денег то прибавится естественно. Чиновники то все люди состоятельные. Богатые. Он же бизнесмен. Очень крупный. Начинал во Приморском крае. Все прекрасно знают как он начинал. Рыбы там. То все. Пятое десятое. Потом там. Амурская область. Сахалин. И все такое прочее. Я же все равно предлагал сделать Владимир. Древнюю столицу Руси. Еще одной столицы. Перенести во Владимир допустим Госдуму. Конечно. Конституционный суд допустим в Питере. Администрации президента в Москве. А во Владимире сразу бы приехали там не знаю тысячи тысячи людей. И сразу бы дороги сделали хорошие. И сразу бы какая-то репутивация началась этих запущенных земель, городов. Вырос бы уровень благосостояния жителей Владимирской области. Понимаете? А другие способы есть повысить уровень благосостояния других городов помимо столиц? Да. Помимо переезда массы чиновников? Пока нет в России. К сожалению. Уровня такого нет. Потому что приезжают чиновники. С ним приезжает их челядь. Чиновники нуждаются в хороших квартирах. Их семерки БМВ или Камри, Тойота там хороших автосервисов. Хороших автосервисов. Хороших дорогах. Поэтому я вообще за то, чтобы чиновники кочевали по стране. Я предлагаю такие блуждающие столицы федеральных округов. Да. Глядишь. К нам приехали федералы. К нам приехали. Дороги починили сразу. Понимаете? Водопровод заработал. Что-то еще. Да. Действительно. Кстати. Улицу убирать начали, например. В водопроводе вдруг вода перестала пахнуть дурно. Или еще что-нибудь. Это действительно будет прекрасно. Рекомендации от Максима Шевченко. Это его особое мнение. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся. С вами особое мнение Максима Шевченко. Меня зовут Ольга Журавлева. И как-то завершая, может быть, тему встречи Путина с новым составом СПЧ, замечательный вопрос о том, хотим ли мы, чтобы было как в Париже. Конечно, хотим. Вы тут закричали на перерыве, что хотим. Хотим, конечно. Что именно мы хотим? Мы хотим, чтобы правительство реагировало на социальный протест граждан, чтобы понизили пенсионный возраст. Во Франции обсуждается не повышение, а понижение пенсионного возраста. Мы хотим, чтобы понижали цены на бензин. Что там еще? Вот эти 100 евро, чтобы иначе было. Мы хотим много чего. Мы хотим, чтобы нам до 100 евро подняли минимальную выплату, да? Правда? Я не знаю. Я, в общем, считаю, мы хотим социального государства. Французы восстали против неолиберального государства, которое символизирует Макрон. Это настоящая социальная такая, мирная социальная конституционная революция, несмотря на отдельные группы хулиганов, которые просто заведомо нацелены на драку с полицией. Я 1 мая в Париже видел просто эти вот группы такие, в черных масках, которые сразу там и полицейские, так и контер-страйк. Основная масса – это вполне организованные профсоюзы, демократические движения, левые, там, центристские, националистические, в конце концов. Мне говорят, вообще нет лидера. Мне очень трудно договариваться. А это гражданский протест. А как? Ну, конечно. Это же не как здесь, понимаете, когда они везде ищут. Ну, они тоже сейчас ищут иностранных шпионов. Понимаете, Россия. Там Рита Симоньян организовала все эти желтые жилеты. Честно говоря, Макрон так не считает. Если бы Макрон так считал, то он бы не шел ни на какие уступки. А он пошел на огромные уступки. И я считаю, что если Макрон, он вообще загнан был в угол. В такой же ситуации 1968 года Деголь, как вы помните, подал в отставку. Французы, я вас помню. И остался во французской истории как великий Деголь. Если бы Деголь тогда вызвал, избивал бы полиции всех подряд, а полиция тогда тоже дралась со студентами. Но он остался. И Франция ответила ему любовью, простила ему эти ошибки, которые он совершал потом в 60-е годы. Вспомнив, что война и то, что он сделал, было движение резистанс, сопротивление было важнейшим в его биографии. Макрону, конечно, нечем похвастаться. У него никакой резистанса нет. Он ставленник крупных банков, корпораций. Мне когда-то говорили, что там все масоны. И все масонов, крупных банков, корпораций и так далее. Жилеты против масонов. Абсолютно точно. Это абсолютно народное сопротивление государству, решение в котором принимается в кулуарах и высших сферах, и которое не учитывает мнение своих граждан. Франция – великая нация, великая политическая система народная. И здесь впереди планеты всей. Любая, как об этом написал Исраиль Шамир в своей прекрасной колонке, любая французская революция всегда двигает человечество и человеческие свободы вперед. Поэтому я с огромной симпатией отношусь к желтым жилетам и абсолютно не согласен с Владимиром Владимировичем. Было бы прекрасно, если бы это было здесь, как там. Если бы такие разные слои общества, и бурзуа, и рабочие, и выходцы там из Африки, не знаю, и там белые националисты вместе, одев желтые жилеты, то есть устранив сразу разные флаги, там красные, черные и какие-то еще, выступали бы за свои гражданские права. Я считаю, что Франция от этого только выиграет. Россия тоже только выиграла бы от такого широкого организованного гражданского протеста. Тем более, что по поводу хоть отбавляй. Вы знаете, есть некоторые трудности. Вы, наверное, заметили, да? Ну, они, во-первых, неправильно организуются в последнее время. А во-вторых, правильно подавляются? Да, просто особо они не подавляются, потому что пять тысяч человек там кому угрожают, или десять тысяч человек. Не знаю, но как-то все митинги так трудно согласовываются, что возникает ощущение, что и двести человек. Ну, во Франции никто ничего не согласовывает, они поднимают шлагбаумы, они хотят, говорят, поднимайте цены на бензин, значит, платные эти, значит, три и пять, значит, будут там бесплатными. Они поднимают шлагбаумы, их блокируют, замазывают краской измерителей скорости. Пожалуйста, говорит, поднимайте цены, но мы тогда не будем платить за эти дороги. Ох, очень вдохновенно вы об этом рассказываете. Смелые граждане прекрасной Франции. Теперь еще об одной прекрасной героине. Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред США, передает корреспондент РИА Новости. Согласилась заключить сделку со следствием, отказавшись от судебного процесса. Как вы думаете, правда там все было так непросто? Ну, когда сделка, то мы вообще не знаем, о чем идет речь. Сделка – это же когда человека придавливают, просто к стене прижимают и говорят, либо мы тебя сажаем, как Виктора Бута, и еще найдем у тебя там связи с Аль-Каидой. Мы же не знаем, чего ей там есть. Ну, ей достаточно было связи с российским сенатором, как я поняла пока. Нет, ну, связь с российским сенатором – это ведь не хромола. Там хромола в другом. Она там что-то координировала, там была каким-то посредником. Втиралась в доверие. Втиралась в доверие в прямом и переносном смысле. Поэтому, ну, что нам, как говорится… Вы мне другое скажите. Сделка – девушка как бы запугали. Любые следователи, любые менты запугают. Тем более одного человека, тем более девушка. Она ведь ведь не вор в законе, понимаете? Который идет туда, понимая, как он будет сопротивляться. Она же просто девушка, там, бывшая нашиста. Почему не вступилась вся мощь российского государства? Ну, потому что это подтвердило бы ее вину с точки зрения американского как бы следствия, мне кажется. Вот как. Ну, ладно. Хорошо. Это тоже объяснение. По другой причине. А почему за Бута не вступились? Ну, как пытались, да. Потом вступились, когда уже начали… Нет, уже потом начали. Мы, кстати, с Арханом встречались… Архан же служил вместе с Бутом, значит, в ВДВ, там, понимаете, Мукачева, и, как говорится, хорошо узнал. Мы встречались с его супругой. И тогда, когда мы с ней встречались, никто тут ни до кого было не достучаться по поводу Бута, понимаете. Только эфиры эхо и были единственными, где можно было об этом сказать. А так вообще всем, как говорится, все пытались договориться тут местные. Кто там с Обамой… Прав Бабченко. Родина всегда тебя бросит, сынок? Ну, Родина, там, подлинные хозяева, которые постоянно живут в ситуации перманентной договоренности с теми, кто в Америке приходит к власти, такая Родина, естественно, тебя бросит всегда, если ты не попадаешь в бизнес и интересы этих хозяев этой, значит, Родины, так называемой. Моя-то Родина СССР. Моя Родина не Российской Федерации. Я родился в огромной стране. Я присягал только огромной стране, от Памира до Бреста, понимаете, от Владивостока до, там, не знаю, там, до Вильнюса, Риги, Таллина. И я люблю всех людей, которым я тогда, когда-то нехотя, не по желанию принес в 1990 году эту военную присягу. Моя Родина – СССР, а не вот этот вот куцый обрубок СССР, еще часть которого… Сейчас опять явное неуважение высказываете. Я что хочу, то и говорю. За что мы вас и ценим. У нас тут Дмитрий Анатольевич Медведев про Конституцию много чего говорил по случаю 12 декабря, Дня Конституции. Он, будучи юристом, конечно же, не мог не сказать все, что он об этом думает. Но одна фраза, которая на меня произвела очень сильное впечатление, о том, что у нас есть разные права человека. Признавая и защищая права человека, Конституция России устанавливает пределы притязаний на их защиту, не признавая правами те, которые входят в конфликт с традиционными ценностями для российского общества. Вы можете не как юриста, а как гражданин объяснить, что хотел сказать Дмитрий Анатольевич? Если Дмитрий Анатольевич имел в виду гомосексуализм, то ни в одном обществе мира гомосексуализм не является традиционной ценностью, кроме, наверное, древнего Вавилона. Гомосексуализм не является традиционной ценностью ни для французского общества, ни для немецкого, ни для итальянского, ни тем более для американского с десятками миллионов верующих протестантов, баптистов, пятидесятников. А что еще он имел в виду? Кстати, российские 90-е годы и наличие на российских телеканалах открытых геев, или людей, которых все идентифицируют как геи, говорит о том, что, по крайней мере, государство вполне разделяет эту нетрадиционную, для традиционных ценностей знаковое отношение. Потому что, ну, очевидно, что некоторые голубые огоньки являются голубыми в прямом смысле этого слова. Ничего если это показывает в Российской Федерации, начиная с 91-го года, значит, вполне традиционная ценность для российского телевидения и для российского... А тогда что? Тогда какие права нужно ограничить, которые противоречат нашим традиционным ценностям? Может, Дмитрий Анатольевич хочет, чтобы у нас было по соборному уложению митрополита Макария? Я, кстати, тоже за. Да? Да. Вот я сертизирую старобрядцам. Старобрядцы стоят на позиции стоглавого собора. Дело в том, что мы его как бы мало кто читал это все. Ну, в общем, если это, по крайней мере, стоглавый собор был попыткой Иваном Грозным и Митрополитом Макарием тогда создать некую автохтонную юридическую систему, если бы не сломал бы это движение Алексей Михайлович и Никон своими чудовищными деяниями в середине 17-го века, развязав гражданскую войну и уничтожив русскую юридическую систему, то, глядишь, мы бы тоже развивались симметрично с западной юридической системой. Поэтому, когда они говорят традиционные ценности, это бессмысленная фраза. Я не знаю, Михаил... Когда они говорят права человека, это бессмысленная Михаил Владимирович Леонтьев, он как бы считает, что вот Коновалов там какой-то не такой, а я считаю, что они говорят бессмысленные фразы. Традиционные ценности, в какой стране, что... Когда они говорят о нетрадиционных отношениях. Современные французские законы, так большинство французов против них. Для французского общества это нетрадиционные законы. Там миллионы католиков выходили на улицы протестуя против этого закона о партнерах А, партнерах Б. Там идет везде борьба и дискуссия. Они здесь снимают рамку борьбы, рамку дискуссии. Это ошибка. А вот то, что он сказал про суды, с этим нельзя не согласиться. Вот тут Дмитрий Анатольевич Леонтьев абсолютно прав. Суды нормальные суды должны быть в основе системы государства. Другое дело, что у нас судов-то дофигища, прямо скажем. Но некоторые решения можно заранее предсказать. Понимаете? Их можно даже написать. Я не могу утверждать. Это уже реальное подозрение. Ну, в общем, в принципе, суд, конечно, это как бы дважды двадцать четыре. Суд должен быть независимым. Спасибо, Дмитрий Анатольевич, что вы напомнили нам таблицу умножения. Ну, вообще, этим славятся наши руководители. Они часто нам рассказывают о том, что все должно быть хорошо, а плохо быть не должно. Это, в общем, ничего. Да, зима должна быть зимней, лето летним. А когда не так, то это плохо. Да, совершенно верно. Тем не менее, скажите, пожалуйста, а как вам кажется, Конституция вообще наша, вот нынешняя, 93-го года, она требует каких-то принципиальных изменений? Будут ли ее? Она требует соблюдения. Там сказано, что Российская Федерация – социальное государство. Поэтому извольте соблюдать Конституцию. Народ – источник власти, Россия – социальное государство. Поэтому, как она была неисполняемой властью бумажкой, так она такой и будет, как в басне Крылова. А вы, друзья, как не садитесь, все в конституционалисты не годитесь. Хоть-то Завиру Мянцева, Эбзеева, Морщакова, других выдающихся правоведов, чтобы они не написали, если это не будет исполняться и будет открыто попираться администрацией президента, силовыми структурами, то ссылки на Конституцию просто будут комичными, и никто ее всерьез воспринимать не будет. Конституция хороша, когда на самом деле она соблюдается. Но это разве социальное государство? Это абсолютно либеральное, антисоциальное государство. Ничего себе либеральное. Да, экономически оно абсолютно либерально хорошо. Либерально-корпоративное. Любой капитал захватывает власть и начинает потом диктовать обществу. Фашизм создается не из неправильных книг. Фашизм возникает из желания крупного капитала удержать свою власть путем манипуляции сознанием, националистическим или каким-то еще. Я считаю, что в России достаточно серьезная угроза фашизации режима. Они не готовы дать народу демократические права и свободу. Они хотят Лекуанью и Пиночета. И громче всех о Лекуанью и Пиночете говорят и говорили системные либералы, позиция которых с системными патриотами в этом абсолютно совпадает. И те, и другие хотят Лекуанью. Так и возникает фашизм. Мне кажется, что фашизм возникает в Италии и совсем в других обстоятельствах. Абсолютно именно так он и возникает. Он возникает из желания крупного капитала защитить себя от классовой борьбы и от левого движения, которое нарастает. Интересно. Мы подумаем об этом. Спасибо большое. Максим Шевченко. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.